Привет друзья! Сегодня я предлагаю поговорить о съемке слоу-мо нашими камерами Canon с прошивкой Magic Lantern в режиме RAW видео. Дело в том, что пару дней назад в моем родном городе прошел праздник, День физкультурника. А это у нас всегда куча движухи, и конечно же ее хочется запечатлеть в режиме слоу-мо. Но не будем лукавить, наши старенькие камеры Canon под управлением прошивки Magic Lantern не слишком приспособлены для этого. И поэтому я подумал, ну не брать же с собой вторую камеру специально для съемки замедленных кадров. И я все-таки постарался поколдовать с меню, разобраться с возможностями и добился того, чтобы можно было снять с минимальными потерями в качестве максимально высокую частоту кадров. Что у меня получилось, вы сейчас посмотрите. Итак, старый добрый боевой Canon 7D, брутальное и самое бескомпромиссное 14-битное RAW видео, двукратное замедление слоу-мо и День физкультурника. Поехали! Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая вот получилась у нас нарезка в слоу-мо. А теперь давайте пробежимся по настройкам камеры для такой вот съемки. Напомню на всякий случай, что мы снимаем Magic Lantern RAW видео и мы снимаем в 14 бит, если вдруг кто-то забыл. Сначала два слова о классическом методе съемки слоу-мо, универсальном для большинства камер Canon под управлением прошивки Magic Lantern. Первым делом заходим в стандартное меню камеры и выбираем желаемую систему записи PAL или NTSC. Затем переходим к выбору размеров видео и выставляем 1280 на 720 и 50 в случае с PAL или 60 в случае с NTSC кадров в секунду соответственно. Выходим из стандартного меню и переключаемся в меню Magic Lantern, где первым делом я обычно отключаю запись звука. Затем во вкладке RAW видео мы, как правило, сразу можем видеть максимальное разрешение, на которое способна наша камера при тех настройках, что мы выставили в заводском меню. У меня это будет 1728 на 584 точки при привычном соотношении сторон 16 на 9. В зависимости от модели камеры и скорости вашей карты памяти, может быть потом придется опытным путем подкрутить этот размер в меньшую сторону, ибо от этого будет зависеть длительность непрерывной записи, неограниченная или лишь несколько секунд. Далее активируем функцию Frames Per Second Override и для начала выставляем ее на 48 кадров в секунду, что является минимально необходимым для слоу-мо. Если вы выбрали ранее систему PAL, то будет доступно еще и 50 кадров в секунду, а если NTSC, то и до 60 кадров в секунду. Чем больше FPS, тем лучше, но начать лучше все-таки с 48, а потом, если камера потянет, можно и прибавить. Теперь пробежимся по настройкам RAW видео. Кстати, тут нам прошивка подсказывает, что выставленное нами разрешение кадра не настоящее 16 на 9, а сплющенное, и нам придется на постобработке растянуть его по высоте с коэффициентом 1.67. Это связано с тем, что перегруженный процессор камеры не в состоянии считать все строки по вертикали и пропускают некоторые из них для сохранения выставленной нами удвоенной частоты кадров. Итак, нам надо здесь не забыть отключить Global Draw. В качестве режима Live View выбрать наименее ресурсоемкие варианты, как то Canon, Magic Lantern Grayscale или Hacked. Все они не слишком красивые, но все-таки немного экономят силы нашей камеры. Проверим, что отключены на OFF Digital Dolly, сейчас она нам ни к чему, Frame Skipping, тоже OFF, чтобы запись автоматически прерывалась при пропуске к первых же кадров, Cardboard Map, тоже OFF, лучше прогревать камеру единожды при первой загрузке, и надеюсь, что к этому моменту она у вас уже прогрета. Extra Hex должны быть включены, они дают небольшой выигрыш, а Buffer Fill Method 1 или 2, я пользуюсь двойкой, моими опытами дошел до этой цифры. Выходим из этой вкладки и не забываем выставить правильную выдержку в соответствии с правилом 180 градусов затвора. Если у нас частота кадров 48 кадров в секунду, то и выдержка соответственно 1.96, 60 кадров в секунду, то выдержка 120 и так далее. Все готово, можно снимать. Если камера начинает через несколько секунд съемки пропускать кадры и соответственно автоматически останавливать запись, значит настройки слишком неподъемные для нее. Нужно убавить либо частоту кадров, например с 60 до 50 или до 48, как нижний предел, либо уменьшить размер записываемого видео. При адекватных настройках в данном режиме камера должна писать slow-mo непрерывно, в течение десятков секунд или даже минут. На выходе мы имеем непропорционально сплюснутое сверху и снизу видео, что-то типа 1728 на 584 в моем случае, которое необходимо также непропорционально растянуть по высоте с коэффициентом 1.67 для получения привычного соотношения сторон 16 на 9. В результате растяжения, к сожалению, такие врожденные дефекты RAW-видео как MUAR и ступеньки на диагональных линиях становятся еще более заметными, что делает данный видеоматериал малоприменимым. С учетом того, что его еще нужно потом разгонять до хотя бы полноценного Full HD 1920 на 1080, что еще больше усугубляет артефакты. Единственный выход – снимать исключительно крупные планы. Там это все заметно гораздо меньше. Чтоб лицо во весь кадр или огромный во весь кадр стакан, в который медленно льется вода или падает огромный кубик льда. Самый модный, кстати, сюжет для slow-mo. Отсюда вывод – остерегайтесь видеотестов, снятых преимущественно крупными или очень крупными планами. Они лукавые и слегка скрывают правду. А теперь коротко о модифицированном методе съемки slow-mo, который, в отличие от вышеизложенного, работает только для моей камеры 7D. Так что если кому-то еще из владельцев этой камеры пригодится, буду рад. Это не мое ноу-хау, метод описан в интернете, но вдруг кто-то еще не знает. Итак, пошагово это выглядит следующим образом. Все очень похоже на то, что мы уже описали только что. Выставляем в каноновском меню систему записи NTSC. Размер видео 1280 на 720 и 60 кадров в секунду. Затем в меню прошивки Magic Lantern отключаем запись звука для экономии трафика. Потом на вкладке Movie включаем функцию Frames Per Second Override. Входим внутрь этой функции и выставляем желаемую частоту 48 из 60. После чего заходим в расширенную настройку параметров Advanced, где модифицируем таймер A до цифры 4.2.2. Если вы опасаетесь, что не сможете вернуться к прежним параметрам по памяти, рекомендую просто сделать скриншот исходных параметров. Ну вот и все, выходим отсюда. Переходим к пункту настроек Raw Video. Зайдя туда, меняем соотношение сторон кадров на 3 к 2. Это важно. И сразу получаем требуемое максимальное возможное при данных параметрах разрешение 1728 на 692. Можно его будет потом немножко уменьшить, если длительность непрерывной записи вас не устроит. Тут же не забываем отключить Global Draw в качестве режима Live View, выбрать Canon, Magic Lantern, Gray Scale или Hacked. Попробуйте разные варианты, смотрите сами, они все не идеальны, так что выстраивать композицию, настраивать фокус и выставлять экспозицию по зебре с ними будет непросто. Но можно приспособиться вполне. Extra Hex у нас включено, Buffer Fill Method 1 или 2. Все. Ну и конечно перед съемкой снова не забываем выставить правильную скорость затвора в соответствии с правилом 180 градусов. Если частота 48 кадров в секунду, а здесь у нас она фиксирована, то выдержка должна быть 1.96. Это классика. Ну или короче, если есть осознанная необходимость в более короткой выдержке для замораживания движения. Все, можно снимать. Моя семерка с картой памяти Lexar 128GB 1066X в таком режиме выдерживает без пропуска кадров 14-18 секунд записи. Что, с учетом последующего двухкратного замедления, вполне достаточно. Это 30-40 секунд чистой записи. Если не поливать слоу-мо все подряд, напрополую, это вполне достаточно и меня устраивает. В чем, собственно, прелесть этого способа, вы спросите. Видео получается сразу с правильными пропорциями изображения, хоть и широкоэкранное. Но растягивать уже ничего не надо, и не надо множить артефакты пропуска строк сенсора. Детализация получается намного выше, чем у стандартного сплющенного видео. И оно практически ничем не отличается от обычного футажа, снятого с полной матрицы в режиме нормальной частоты кадров. 24, 25, 30 кадров в секунду. Программа конвертации MLV App, например, на автомате пытается растянуть наше видео в 1,67 раза по вертикали, потому что она распознала материал слоу-мо, а значит оно должно быть сплющено. Но не в этот раз. Осталось в монтажной программе замедлить в два раза, и можно смотреть наше, пусть неказистое, совсем не рекордное, но такое родное и какое не есть а слоу-мо, снятое на 10-летний кэнон в режиме RAW видео в 14 бит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok